Участники Зорницы – ученики 21-го лицея. В каждой команде 12 человек. Ребятам необходимо преодолеть дистанцию, проложенную по городскому парку. Здесь несколько специальных этапов. Один из них – это стрельба из пневматических винтовок. С детьми работает опытный инструктор. Снято, снято, снято. Тоже снял, поэтому осторожно. Вот попал. Вы знаете, мы очень удивлены. Расстояние как раз приблизительно 10 метров. У нас пока ни одного штрафного балла не было. Это значит, что все команды выбили все мишени. Если стрелок не попадает по мишени, то команде присуждается штрафной балл. На этом же этапе разбирают и собирают автомат. На время. Пока лучший результат – одна минута. Дима Панчин, представитель команды пятиклашек, приступает к делу. Отжимай и вытаскивай. Молодец. Сюда? Да, да, да. Мне было не тяжело, так как я его уже разбирал в лагере. Вот. А так в основном я забыл правила сборки и разборки. Поэтому мне надо было помочь в этом. Следующий этап Зорницы – лазертак. Тут школьники разбиваются на команды по 5 человек. Свои базы они должны либо защитить, либо отбить у противника. Что и делает одна из команд. Снял. Идем. Это последний этап. После него будут подсчитаны набранные очки и определена команда-победитель. Многие из школьников уже не в первый раз участвуют в Зорнице. Дети подготовлены, им это нравится, это им интересно. Но если что-то не знают, они здесь получают как раз навыки все. Всего в Зорнице приняло участие порядка 100 учеников лицея. На прохождение дистанции у них ушло не более часа – время стандартного урока физкультуры. Активной игрой они встретили первый день весенних каникул. Александр Перминов, Владимир Махмутов, Интера ТВ.